Следующее видео называется «Назад в СССР». Смотрим. Союз Советских Социалистических Республик. Короткое название СССР. И слово нонсенс. Что может быть общего у этих двух слов? Вообще людям по своей природе человеческой свойственно забывать все хорошее и помнить плохое. Но что касается Союза Советских Социалистических Республик и людей, которые родились и выросли на этом постсоветском теперь уже пространстве, они помнят только хорошее. Согласно данным аналитического отдела Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки, если бы Советский Союз не претерпел бы поражения в холодной войне и не был бы этим самым управлением разрушен изнутри, то на данный период времени, на нынешний, Советский Союз это была бы одна из самых грандиозных и одна из самых больших империй за всю историю человечества. Это была бы страна с населением в 1 миллиард человек. Это была бы страна, границы которой расширились бы на сегодняшний день на 10%. А Европейский Союз, трудно себе представить это, не существовал бы вообще как таковой. Количество запусков ракет в космос увеличилось бы до 200. А учитывая современные компьютерные и инженерные технологии, космические войска не были бы просто телевизионной картинкой на экране, а существовали бы в самом прямом и настоящем виде. Учитывая опыт Великой Отечественной войны 1941 по 1945 года, на данный момент эта страна была бы номер один с самой сильнейшей армией в мире. Заработные платы выросли бы в три раза. Продолжительность жизни средняя составляла бы 85 лет. А учитывая то, что в этой стране, уже теперь бывшей, бесплатное образование и бесплатное медицинское обслуживание, эта страна была бы номер один по всем социальным показателям в мире. Количество завоеванных медалей на Олимпиаде составляло бы 99,9%. Да, какую страну Косыгин разбросил. Просто ужасно. Сейчас прям у меня слезы по щекам текут. 0,5%. Потому что из всего населения Советского Союза, как минимум бы 100 миллионов занималось бы спортом. Каждая семья имела поддельную квартиру. Продовольственная программа была бы решена. И империя СССР достигла бы уровня процветания. Что на данный момент еще не достигло ни одного государства в настоящее время. Люди бы могли строить долгие планы и смотреть с уверенностью в будущее. Но все началось. Теперь мы вернемся к управлению. Центральному разведывательному управлению Соединенных Штатов Америки. 1953 год. Умирает Сталин. Берия арестован и вскоре расстрелян. В Советском Союзе происходит тайный военный переворот. К власти приходит Маленков. Именно этот год, 1953, можно охарактеризовать как началом распада Союза Советских Социалистических Республик. Потому что Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов было завербовано более 2000 чиновников высшего верховного эшелона власти Советского Союза. Которые на протяжении нескольких десятков лет убивали полностью экономику. Создавали все возможное и невозможное, что можно сделать для того, чтобы Союз претерпел поражение. Что мы можем наблюдать. И ни в коем случае здесь не участь Михаила Сергеевича Горбачева. Он просто поставил жирную точку. Для многих Советский Союз так и остался в их сердцах как сказка. Как сказочная страна. А для многих так и остался империя зла. Страны Восточной Европы очень сильно претерпевали от Советского Союза. У них было ограничение в свободе, в передвижении. Но они вышли из-под этого гнета. Переняв полностью все лекала, все социальные программы с бывшего СССР и внедрив их в Европейский Союз. И теперь мы можем наблюдать. Европейский Союз как небольшая модель Советского Союза. Только без участия коммунистической партии. Если бы в Советском Союзе был убран железный занавес. Да, только без участия компартии и без запрета на частную собственность на средства производства. Людей бы не ограничивали в свободном передвижении, а также разрешили бы заниматься предпринимательской деятельностью. То этой стране не было правных на все предыдущие и будущие столетия. Ну да, если бы люди разрешили заниматься предпринимательской деятельностью, это была бы уже не коммунистическая страна в чистом виде. Союз до сих пор является империей зла. А для кого-то это просто хорошие воспоминания о светлом будущем. Когда-то люди, которые проживали... Воспоминания о светлом будущем. ...вживая в Советском Союзе, за предложение помыть, поехать полы в Европе могли бы дать больно по лицу. Но сейчас все изменилось. Ну, ты получай нормальное образование, чтобы не полы в Европе мыть, а чем-то, каким-то более высококвалифицированным трудом заниматься. Никто же не виноват, что тебе приходится ехать и мыть полы в Европе, блять. Если ты дурак и у тебя нет образования другого никакого. Ну, кого тут винить-то в этом? Только тебя самого. Мир не стоит на месте. И поэтому об этой империи и Союзе Советских Социалистических Республик остались просто воспоминания. Вы были на канале Капекс. Оставайтесь со мной. Здесь я буду говорить те вещи, о которых принято молчать. Всего доброго, друзья. Да, видите, пришелец планеты Капекс разжирел, блять, ебанулся головой и стал коммунистом. Даже не коммунистом, а каким-то крипто-коммунистом. Кевин Спейси совсем сошел с ума, блять. Почему же Сармат не докапывается до каждого звука «гэ», Сармата подменили? Да не, просто я заебался, и было понятно с самого начала, что это за персонаж. Что он будет аэкать, блять, как последний колхозник. Который он, собственно, и является. Так, у нас следующее видео из того же цикла. Видео называется «Что значит быть человеком?». Сейчас мы узнаем всю правду. Становление. Это болезнь души. Сущность же это то, чем вы являетесь. А открыть свою сущность, это значит начать жить. А знаете ли вы, друзья, что 90% населения нашей планеты подвержены такому страшному нравственному заболеванию, как шкурно-паразитический интерес? Попросту говоря, или толерантно... Эгоисты. Эгоизм. Погоня, да. ...материальными ценностями и собственным обогащением, постоянно соперничая между друг другом, эти люди потеряли свое человеческое лицо. То есть, они перестали существовать как личность, соединившись и слившись воедино в такую серую массу. Да, это говорит человек, который в предыдущем ролике за, как бы, Советский Союз топил. Но проблема в том, что в политической философии Советского Союза индивидуализм это зло, а коллективизм это высшее благо. Твои аморальные поступки, а именно аморальные, потому что для достижения своих неземных целей они используют одно лишь всего лишь предложение. Все так делают. Или все так живут. И иной раз я вспоминаю старика Чарльза Дарвина и его теорию происхождения человека от приматов, когда смотрю на этих людей. Но нет, он не прав. Но у Дарвина такого не было. Он не читал Дарвина. Все живут, но не все. Существует, друзья мои, еще 10% населения планеты, которые имеют свое личное мнение, которые не подвержены пропаганде. Ими нельзя манипулировать. Они знают, почему образу и подобию они созданы. Они в некоторых странах, где именно как раз правят вот эти 90%... О, так он еще и верующий, как бы. Верующий коммунист совкадрочер. Ну, это просто классика. Это, на самом деле, это огромный срез общества. То есть, верующий совкадрочер из Восточной Европы. Это вот то, кем будет скрынник, когда еще немножко подрастет. ...процентов сидят в тюрмах за собственные убеждения, за инакомыслие, за свободу слова. Потому что они личности. Они могут свободно выражаться, несмотря ни на что. Несмотря за то, что их гонят и ненавидят. И ты не вспомнишь никогда старика Дарвина, Чарльза Дарвина. Потому что ты понимаешь, что эти люди – божье творение. И именно они не дают этой планете полностью деградировать и морально разложиться, друзья мои. А, да. Конечно, вы же спросите, а как же люди с богатым капиталом? Ведь это такие серьезные личности. Уважаемые, друзья мои. Любой человек, у которого имеется большое количество капиталов, не имеет никакое моральное право называться личностью, пока не пройдет один тест. А вот тут, друзья, давайте поподробнее. Да, как говорил Иисус, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому войти в Царствие Небесное. Возьмем, к примеру, детей, которые умирают от онкологического заболевания, попросту говоря, больные раком. И возьмем какое-нибудь определенное, мнимое произведение искусства. Почему мнимое? Потому что оно создано человеком. Если кто-то мне сейчас возразит и скажет, ты ничего не понимаешь в искусстве, друзья мои, я прекрасно понимаю, что такое искусство. Искусство – это то, что нас окружает. Это море, горы, лес, поля, моря и океаны, вся флора и фауна. Вот это искусство. А то, что человек создает или отображает на полотне, или в каком-то глиняном изваянии, это всего лишь отображение его мыслей, его воплощения. Его воплощение какой-то... Слушайте, Украина скоро станет как Индия. То есть у них одной из важных статей экономики станет экспорт-гуру. То есть скоро вот эти хохлиные гуру, там всякие идущие к реке, пришельцы с КПЭКС, они наводнят как бы все постсоветское пространство. Такие учителя жизни. И не всегда адекватные. Из каких-то обдристанных колхозов они будут разъезжаться по всему миру и читать лекции, значит, о том, как преуспевать в жизни. И не всегда моральный, друзья мои. И не всегда правильный. Поэтому, если человек большого капитала отдаст свой голос в пользу вот этого человеческого изваяния, что сделано или в камне, или в металле, или на холсте, но пренебрежет... Да, не сотвори себе кумира. ...помощь этим детям, то он такой же моральный урод, то он же такое же быдло с деньгами, как и остальные 90%, которые стремятся за собственным обогащением. И нет ему никакого оправдания. И личностью он никогда не являлся и не будет являться, друзья мои. Мы все рождены в разных условиях и при разных обстоятельствах. И люди, которые рождены в более благоприятных условиях и уже имеют материальные средства, они по факту, по умолчанию обязаны уделять внимание и помогать тем людям, которые будут... Украинская SJW, видите, как бы... ...более нуждаются. Social Justice Warrior of Great Ukraine. Of Great Ukraine. ...которые более в трудных ситуациях, а не пренебрегать ими, возноситься, а тем более как-то эксплуатировать. Друзья мои, не все могут с этим согласиться, особенно те люди, которые чего-то достигли сами. Да, вы достигли, но вам это дано. Было дано свыше лишь для того, чтобы вы, достигнув чего-то, какой-то определенной цели, твердо став на ноги, могли бы уделять так же самое внимание тем людям, тем детям и другим нуждающимся. Потому что сам Бог посчитал, что вы обязаны это делать по умолчанию. Потому что сам Бог увидел в вас личность. А когда вы пренебрегаете, сбиваетесь с пути, идете совсем другой дорогой, стремитесь за этими 90% серой массы или быдлом с деньгами, вы теряете свое человеческое лицо. И уже не можете существовать как личность. И я заметил, что чем человек беднее, чем человек больше нуждается, тем для него проблема другого человека намного ближе к сердцу, чем для человека, у которого есть большой капитал. И вот именно как раз. Ну, поэтому человек и нищий такой. То есть, если он со всеми делится деньгами, блядь, всем помогает, то у него не остается денег. И он сам становится нищим. Нематериальные блага не определяют в этом мире человека как личность. А человека как личность определяют его поступки. И его отношение к тем простым вещам и к тому окружению, в котором он находится. И если человек делится последней коркой хлеба, то это личность. А если человек, имея большую сумму денег, тратит ее на неизвестные какие-то полотна, пусть даже признанные, но слишком завышенная цена, не может отображение человеческой мысли или картина какого-нибудь наркомана или человека, который находился в алкогольном опьянении, стоит таких баслословных денег. А жизнь того же ребенка, невинного, не стоит ничего, который нуждается и протягивает руку по моей. Я этим видео и по ссылам хочу, друзья, вам сказать, что на этом канале я буду раскрывать такие моменты, такие вещи, о которых не принято говорить, о которых люди молчат. А если кто-то и пытается что-то сказать, он сразу чувствует себя белой вороной, потому что эти 90% ему не дадут развить свою мысль. Но есть 10%, на которых мир держится. И я верю, что меня как раз эти 10% смотрят. Но если кто-то увидел себя, что он находится среди этих 90%, я призываю тебя, выйди из этого стада, выйди из этого быдло стада и покинь эту серую массу. Будь человеком, стань личностью, потому что ты рожден для того, чтобы жить и наслаждаться жизнью. И кушать сало. А не быть рабом какой-то системы или быть рабом материальных вещей, как еще называют в этом мире материальных ценностей. Да, не будьте рабами материальных ценностей, а отправляйте их мне с донатами. Очищайте себя от этих материальных ценностей. Ценная только человеческая жизнь. И если ты относишься к ней нормально, ты человек, ты личность с большой буквы, потому что личности с большой буквы прекрасно понимают цену вещам в этом мире. Они не являются рабами этих... Капитализм ужасен. Дайте денег. ...вещей. Для них человеческая жизнь превыше всего. Друзья мои, оставайтесь со мной. Здесь, на этом канале, я буду открывать такие темы, которые не принято поднимать в этом мире. Потому что этот мир не любит правду. Этот мир полностью лежит во лжи. Здесь, на этом канале Капекс, слышите те вещи, о которых не принято говорить. А если кто-то пытается и донести людям какую-то истину или открыть глаза на правду, отодвинуть их от этого материала, то эти 90% пытаются этого... По-моему, он только... ...человека сожрать и съесть. Но запомни, есть люди, личности, которые готовы умереть за свои идеи, за свои идеалы. Пусть даже где-то они ошибаются, потому что все... Не умереть, а погибнуть. ...мы люди, все мы можем ошибаться, но все, да не все, не все имеют свое мнение, потому что многими людьми манипулируют, и они поддаются... А есть люди, которые четко, конкретно, высказывают свою... Ох уж эта пропаганда. Таких людей мир не любит, но таких любит канал Капекс. Оставайся, друг мой, со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok